Как ссоры родителей влияют на здоровье детей? От того, как родители общаются друг с другом, зависит благополучие ребенка, от душевного здоровья до успехов в учебе и выстраивания будущих отношений. Нет ничего страшного в том, что родители иногда спорят друг с другом, однако то, как это они делают, по-разному воздействует на детей. Как следует вести себя родителям и опекунам, чтобы сократить наносимый ссорами урон детскому здоровью? То, что происходит дома, действительно оказывает долгосрочное воздействие на развитие ребенка и его психологическое здоровье. И тут важны не только взаимоотношения между ребенком и родителем. То, как родители общаются друг с другом, также играет важную роль в благополучии ребенка и может повлиять на все сферы его жизни, от душевного здоровья до успехов в учебе и выстраивания будущих отношений. Домашние перепалки могут и не оказать влияния на ребенка, но если родители часто кричат и злятся друг на друга, отдаляются друг от друга и перестают разговаривать, то у ребенка могут возникнуть проблемы. Проведенные в Британии и других странах многолетние исследования, основанные на длительных наблюдениях за поведением детей в семье и во время возрастления, показывают, что уже в возрасте 6 месяцев у детей во время домашней конфликтной ситуации может учащаться сердцебиение и вырабатывается гормон стресса – кортизол. У детей разных возрастов могут проявляться признаки нарушения развития головного мозга, расстройства сна, беспокойства, депрессия, поведенческие и другие серьезные проблемы из-за проживания в условиях глубинного или хронического семейного конфликта. Схожие проблемы наблюдаются и у детей, которые живут в обстановке периодически вспыхивающего, но не менее выраженного конфликта между родителями, тогда как у детей, у тех детей, чьи родители могут договориться между собой и решать спорные вопросы, таких проявлений меньше или нет совсем. Природа или воспитание Однако семейные ссоры воздействуют на детей по-разному. К примеру, всегда считалось, что развод или решение родителей жить раздельно особенно пагубно воздействует на большинство детей. Однако теперь психологи считают, что в некоторых случаях детям вредят именно ссоры, которые происходят между родителями до, во время и после развода, а не их непосредственно расставание. Также ранее считалось, что в том, как ребенок реагирует на конфликт, ключевую роль играет наследственность. И это правда, что природный фактор главный в том, что касается детского психологического здоровья, наследственность играет существенную роль в возникновении таких ответных реакций, как беспокойство, депрессия и психоз. Однако домашняя обстановка и воспитание также имеют очень большое значение. Детские психологи все больше склонны полагать, что врожденная предрасположенность психическим заболеваниям может усугубиться или, напротив, улучшиться в зависимости от обстановки в семье. И здесь качество отношений между родителями играет центральную роль, вне зависимости от того, живут они вместе или раздельно, и связаны ли с детьми узами кровного родства. Ссоры из-за детей Во-первых, важно понимать, что совершенно нормально, когда родители или опекуны спорят или выражают несогласие друг с другом. Однако, если родители ссорятся часто, если это происходит в резкой форме и конфликт не разрешается быстро, то тогда это сказывается на детям. И даже в большей степени, если ссора происходит из-за детей, поскольку тогда дети винят себя или начинают чувствовать ответственность за ссору родителей. Негативное воздействие может проявляться в виде расстройства сна или нарушений умственного развития у младенцев, беспокойства и поведенческих проблем у младших школьников, депрессии, трудностей с учебой и других серьезных расстройств, например, таких как членовредительства у старших школьников и подростков. Давно известно, что наибольший вред детям наносит домашнее насилие. Однако, теперь ученые пришли к выводу, что родителям даже не обязательно проявлять агрессию или гнев в адрес друг друга, чтобы урон их детям все равно был нанесен. Эмоциональное, поведенческое и социальное развитие детей страдает и тогда, когда родители замыкаются в себе и проявляют мало душевного тепла по отношению друг к другу. Но это еще не все. Плохие отношения между родителями не только отражаются на детях, но, как показывает исследование, негативный опыт может передаваться дальше другим поколениям. Этот цикл необходимо прервать, если мы хотим, чтобы у наших детей и последующих поколений была нормальная счастливая жизнь, отмечают ученые. Споры украдкой. Существуют факторы, которые могут снизить наносимый семейными ссорами урон детскому здоровью. Исследования показывают, что примерно с двухлетнего возраста, а возможно и раньше, дети начинают пристально наблюдать за поведением своих родителей. Они часто замечают назревающий конфликт, даже когда их родители думают, что их дети ничего не слышат и не видят, поскольку ругаются тихо. Тут важно то, как дети расшифровывают для себя и понимают причины ссоры и те последствия, к которым она потенциально может привести. Опираясь на свой прежний опыт, дети размышляют о том, разовьется ли очередная ссора в затяжной конфликт, участниками которого, возможно, будут и они сами. Или же это может представлять угрозу для семейной стабильности, что может особенно беспокоить некоторых детей. Также дети могут беспокоиться, не ухудшатся ли от этого их собственные отношения с родителями. Исследования также показывают, что мальчики и девочки могут по-разному реагировать на семейные конфликты. У девочек в результате могут появиться эмоциональные проблемы, а у мальчиков поведенческие. Зачастую меры, принимаемые для улучшения эмоционального состояния детей, включают в себя помощь непосредственно самим детям и только опосредованно воспитательному процессу в семье. Однако поддержка родителей и их взаимоотношений может оказаться для детей самой необходимой и важной в краткосрочной перспективе, а в долгосрочной лучше подготовить их к здоровым отношениям в их личной жизни. Для нормального долгосрочного развития ребенку очень важно получать поддержку от кого-то из близких – родителей, братьев и сестер, друзей и других взрослых, например, учителей. То, что происходит в семье, может существенно влиять на эти отношения как в лучшую, так и в худшую сторону. Для родителей, естественно, беспокоиться о том, как их споры могут повлиять на детей. Спорить – это нормально, и дети очень хорошо реагируют, когда родители объясняют, в чем была причина разногласий. Но на самом деле дети могут получить важный урок, когда родители благополучно разрешают свою словесную перепалку. Это может научить их лучше управлять собственными эмоциями и отношениями за пределами семьи. Помочь родителям понять, как их взаимоотношения влияют на развитие их детей – значит создать основу для их крепкого здоровья сегодня и здоровых семей в будущем. Этот материал подготовлен по заказу BBC при участии профессора Гордона Харальда, ведущего психолога и директора научно-исследовательского и практического центра по усыновлению имени Эндрю и Вирджиния Ратт при университете Сассекса. Харальд – это автор недавно опубликованного комплексного анализа по этой проблеме в журнале по детской психологии и психиатрии The Journal of Child Psychology and Physiology. Мы будем следить за самыми последними новостями. Подписывайтесь на наш канал и вы будете в курсе всех самых последних событий. Всего доброго и до новых встреч! Напомним, что статья была озвучена с сайта здоровьемейл.ру. Называется статья «Как ссоры родителей влияют на здоровье детей». Почему lumpякнем и chim